Тики-пам-падам-пам-пам-пам Всем здрасте, меня зовут Только Настя Вы на канале Про Песни И это Муз Новости Поехали! Инстасамка стала новой солисткой группы Ленинград В сети уже появился тизер на их совместную работу Говорят, по слухам, что на их совместное выступление Стоимость уже около 60 миллионов рублей Это, к слову, несколько квартир-студий где-то в Подмосковье Короче, специально для вас я подготовила лирическое прочтение текстов группы Ленинград и Инстасамки Живу среди своих химер По радио, вот, например Когда нажал случайно стоп Услышал трек, ну, типа поп Пела какая-то звезда Туда-сюда, за деньги да Увидел я ее еблет Такое и за деньги нет Высокая драматургия Непонятно, как это пропустил манекен через свою редактуру Но, тем не менее, если вам тоже нравится еблет Инстасамки Мы можем посмотреть новый фит уже совсем скоро в социальных сетях После потасовки на Гуфа надели специальный браслет И теперь он не может покидать территорию Московской области Еще, говорят, его поместили в рехаб А еще нам об этом сообщила его новая девушка Где-то сейчас одиноко плачет Айза И готовится давать очередное интервью Про то, какая у них особенная связь с Гуфом Мне кажется, что типа он сильно-сильно рос на старом хип-хопе И хоть в него и не стреляли как фифти-сента Но он отчаянно старается тоже завоевать себе криминальную славу И не важно, что его не пытались убить А он просто подрался с каким-то чуваком Это достаточно по-русски в бане В общем, Гуф, ждем твое выступление Чтоб ты как Эминем появился из гроба И сказал, ребята, простите 15-летняя дочь глюкозы провозгласила себя средним родом И назвала себя Рей Нет, ну а че? Я, мы, Анжелина Джоли У них там тоже дети вроде как со средним родом балуются В общем, берем все лучшее западное, так сказать Что мы думаем по этому поводу? Я не знаю, как у вас в детстве У меня, например, в лагере всегда был день наоборот Где девчонки переодевались в пацанов Пацаны переодевались в девчонок И все было в порядке Никаких вопросов не было Короче, тема нормальная Но я думаю, что как и любую такую движуху в России Это скоро отменят А мы двигаемся дальше Мия Бойко заявила, что не чувствует вину за унижение квадроберов Я вину не чувствую Я чувствую ответственность за свои слова Я не откажусь от своих слов Что бы вы сейчас ни говорили Говорит нам Мия Но эта новость еще бы куда ни шла Вы слышали, что Мия и Бойки плюнули в лицо Короче говоря, какая-то девочка дала ей маску квадробера Сказала, что другая девочка подготовила ее для нее в подарок А в итоге, когда Мия подняла эту маску Она плюнула ей прямо в лицо Друзья, мы не хотим вам плевать в лицо Поэтому если вы сейчас смотрите наши новости в маске квадробера Это нормально Во всех нас есть внутренний котик Мяу Во время концерта в Ереване Светлана Лобода выгнала зрительницу со своего концерта Потому что та отказалась осуждать действия России Певица позвала слушательницу на сцену и попросила осудить действия российских властей Когда слушательница отказалась это сделать, Светлана выгнала ее из зрительного зала А вот власти Дубая в связи с предстоящим концертом Светланы Заранее ее предупредили о том, что нужно избегать политических высказываний И такого они на своей сцене не допустят Яндекс.Музыка запустила коллапс шоу «Звездные танцы» на ТНТ Это говорит о том, что треки артистов, которые попали в мою волну Такие, например, как Beer Wolf, Комна Культура и другие фрешмены Теперь смогут запремьерить свою музыку в эфире федерального канала Яндекс снова впереди планеты всей для поддержки молодых фрешменов Но не Яндекс.Единый Еще есть про песни И у нас тоже скоро конкурс, где вы можете поучаствовать И кто знает, возможно, ваш трек залетит в мою волну И в следующем году в проекте на ТНТ уже будет играть ваша музыка Не упускайте возможности Лолита выбила себе зуб микрофоном и назвала это профессиональной травмой Но на самом деле, я думаю, что многие артисты поддержат Лолу Потому что что только не происходит во время выступлений Я вот однажды выступала, что-то говорила в микрофон Такая, ла-ля-ля, пи-пи-пи И микрофон просто улетел в зрительный зал Однажды лямка оторвалась и пришлось ловить платье В общем, тоже было весело Профессия у нас такая нестабильная Поэтому желаем Лолите хорошего стоматолога и хороших микрофонов Хороших зубов Ну что-то мы ей желаем Двигаемся дальше Новости для твоей мамы Дмитрий Маликов предложил фит Олегу ЛСП Олег ЛСП сказал, что он сейчас в гастрольном туре Но как только он освободится, они, возможно, его запишут Я вообще фанатка пиар-службы Дмитрия Маликова И это тот человек, который вот с утонченностью, красной розой И нежностью культурного фонда всей России Просто делает фиты, например, с Хованским Или участвует в клевых рекламных интеграциях Где Дима Платье и корзину на ВБ Сейчас вот будет фит с Олегом ЛСП И я даже не знаю, что круче Вот Ленинград с инстасанкой Как будто бы, да, из одной вот этой вот деревни И вот это Дмитрий Маликов с Олегом ЛСП Встретились две вселенные В общем, следим за новостями в оба глаза Так сказать, эти новости можно показать своей маме Даже как-то не стыдно 29 ноября помечаем не просто красным днем календаря Достаем свою бузинную палочку, плащ-невидимку И так сказать, ждем, черт возьми, друзья Супер новости Бокс-сет из 16 пластинок с саундтреками, киносаги О мальчике-волшебнике Гарри Поттере Вот-вот уже скоро выйдет прямо к вам в стриминговые сервисы Теперь новогодние каникулы можно будет не только проводить под разговоры И вот эти вот фильмы Я вообще не представляю новогодние праздники без фильмов о Гарри Поттере Ну, а еще и включать их с саундтреком И, так сказать, утром собираться жить эту грустную взрослую жизнь С немножечко волшебным настроением Я очень жду 29 ноября, все пометьте Венгардиум Ревиоса Стас Ярушин выплатит 550 тысяч рублей Даши Инстасанке За то, что в его программе Мия Бойко, та самая, спела песню за деньги, да Ну что, так сказать, спела за деньги, да, за деньги Суть в чем? Даша подала иск за то, что без ее ведома спели в программе ее композиции Типа просила 2 миллиона рублей Стас мне верни Стас вернул только 550 тысяч рублей Что наводит на вопросы о финансовом благополучии Стаса Или это все вообще какой-то пиар-ход для того, чтобы распиарить Дашу И распиарить шоу-музло Я смотрела интервью Даши, где она говорит, что взяла какое-то платье в прокате брендовое Они его на съемке испортили А потом вернули в магазин, как ни в чем не бывало И получается, что Даши можно брать вещи и портить их А Дашины песни нельзя взять и сделать их чуть получше? Слишком много вопросов, слишком мало ответов, товарищ Ну и ладно, двигаемся дальше Друзья, снова рубрика серьезных новостей В Госдуме призвали снизить гонорары артистов за выступления на новогоднем огоньке Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов Пересмотреть тарифы артистов эстрады к началу сезона съемок новогодних шоу Депутат подчеркнул, что в последнее время на его встречах с гражданами Все чаще поднимается вопрос об уместности развлекательных мероприятий Ну, не знаю, как это отбить Как будто бы хочется с одной стороны сказать Ну, пиздец нахуй, блядь, давайте все сядем и поплачем А с другой стороны, как будто бы депутат Госдумы Ну, сказал и сказал Двигаемся дальше Люся Чеботина даст первый сольный концерт в Москве Если вы не знаете, чем заняться 5 декабря 2024 года Вы можете поднять тост за своего бывшего Какие обеды! Мы же взрослые люди! Возможно, Люся даже перепоет Адель Ну, по крайней мере, она говорит, что та поет плохо Так что советую всем сходить, посмотреть в лайф-арена Москва Что же там будет происходить А я сейчас дам немножко Игоря Джабраилова И буду говорить, что мы с Люсей учились вместе И вообще, я была на ее еще первых концертах, когда ее никто не знал И вообще, мы практически там вот через дно колена лучшие подруги Вот, да Ну, собственно, все, примазалась к чужому успеху Нормально, двигаемся дальше Рисунок Виктора Цоя был продан на аукционе более чем за 8 миллионов рублей Что хочется сказать? Если за эту неделю я не нарисую ничего стоящего и не куплю квартиру Ну, в смысле, не нарисую ничего стоящего, что продастся за 8 миллионов рублей То мы снова с вами встречаемся вот здесь, вот на канале Про песен Смотрим Муз Новости вместе с Только Настей Обсуждаем актуальные новинки из мира шоу-бизнеса И продолжаем верить и надеяться, что наше творчество, ну, когда-то будет стоить как недвижимость Пам-пам! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok